и усим привет с магатком сегодня мы поиграем в игрушку под названием чуть-чуть чарльз соответственно доливаем чаек осажемся поудобнее сегодня у нас будет ну довольно таки упоротые но зато хоррорный контент в общем-то игрушка относительно недавно вышла мне уже попросили в комментах ее записать ее пройти на данный момент у нас как обычно будет а что если по что если это у нас первый взгляд а то есть себе эта игрушка очень сильно понравилось и ты хочешь прям действительно посмотреть как я буду проходить в мое в принципе прохождение понравилось и мой канальчик то как обычно ставь лайки и комментируй так я по крайней мере понимаю что эта игра на тебе действительно зашла и ее надо проходить дальше вот кстати как обычно переходи еще по аннотациям справедливым углу либо в описании либо еще куда-то там и увидишь простую серию а что если и другие какие-нибудь мои видосики рекомендуем так ну и ладно и наконец-таки я тебя могу уже рассказать про что это игрушка чего вообще про что что зачем и почему упорот она потому что ты тут на полной серьезе будешь управлять грёбаным паровозиком и будешь прятаться от грёбаного чарльза паровозика то есть это что-то подобие этого как в параму паровозик томас или какая-то такая херня ну в общем из такого вот мультисериала который довольно таки был популярен и его очень даже часто в криппе посты использовали вот это для тех кто вообще абсолютно ничего про это не знает только только зашел так убедить чуть такой вообще чем бы то есть вот это я для вас объясняю также для вас я еще объясню для тех кто естественно не играл и кто не понимает что такое опять же напомню это хоррор но разработчики в своих жанрах указали только экшены приключенческие игры и инди игру то есть это ее фактические жанры в стиме не метки игроков а конкретно в стиме жанр самого самого разработчика они это сами указывают при создании игры то есть ну не сам преобраза на бочке в общем они указывают это не игроки вот а вот насчет игроков тут я тебя могу сказать по-другому не игроки же считают что это игрушечка коров на выживание с открытым миром и принципе просто покор от первого лица вот это метки уже игроков ладно это я тебе все зачитал давай все-таки теперь поиграем в игру я не заходил не играл знаю только что тут есть какой-то чарльз здесь есть паровозик и за тобой такая же странина бегает знаю мы давно уже не общались ну а шахты за которыми я присматриваю в них что-то произошло нет поверью тебе стоит уделить этому время чтобы твой музей оставался актуальным и тебе нужна грандиозная какая-то веселуха что что этом острове есть нечто грандиозное а по-настоящему грандиозное там осталось так много друзей и даже мой сын только ты способен уничтожить этого монстра он станет центральным экспо эксподатом в твоем городе а еще ты поможешь что-то старому другу да приходи мне в доке на закате ко мне в доке на закате надеюсь у тебя все готово к небольшой охоте на чудищ а большинство и та самая срагида который за нами будет бегать по естественным и тоже от нее будем уезжать и вроде бы в этой игре как-то все довольно таки интересно сделано загрузка мира игра сохраняется автоматическому и всегда тому подобное да да его зовут чарльз наполовину поезд наполовину адский паук мы уже давно планиров его уничтожить и у нас уже почти все готово осталось кое с кем поболтать да пару мест посетить работенка не пыльная да да добро пожаловать на арн остров где шахтюру сами копают себе могилы держите рядом не только чем тут может быть опасен пока в взаимодействии с предметами которому можно взаимодействовать васичу белом айти где активный и там подобное предметов я тут никаких активных прям и вижу графон довольно таки интересное правда зачем вы взяли и а мне на пол экрана вот эту штуку высветили дарова ты посвечиваешься белым я с тобой взаимодействовать могу ли чо на вершине холма стоит вагонное депо зверя углубила одного из машинистов когда все только началось внутри должен быть его старый паровоз если мы до него доберемся он нам очень поможет выполнить задуманное держись ближе не стоит лишний раз никому попадаться до глаза смешнявки короче будем тырить все у херосер ты втопил дед аккуратней там горочка там камушки сейчас упадешь разобьешься голову сломаешь деду это охренеть и посмотри марафон грёбаный а мне тоже говорят бежать о чем смысле а что у нас кто-то поле сейчас будет или где не ну дед уже свалил или все будет это больше не увидим вот такой счастье что как будто я не знаю там какой-нибудь автобус при этом а люди в смысле ты куда вот здесь вот сюда или подожди или мы если мы должны к это даже безопасно сюда дайте тут даже были краса а не бежать ну чё автобус просрал или чё или где ядро батон заперта да ладно не беспокойся мы найдем вход вверх по тропе стоит сарай там должен быть ключ мой тебе карта с отметкой куда надо идти глядь может ключ там а я пока здесь усмотрюсь и херить так как пользуются картой им эта карта и его я уж охерил тут на самом деле интересного этот карты естественно если вот у нас огромный короче мир фризующий когда ты карту перемещаешь дрожит тут есть какие-то игроки незнакомые песню дополнительное задание незнакомые письме задание с оружием незнакомые письме основное задание вот а ну как а спать за почему почему-то фризер это причем сама игра вот мне интересно это и за записи или нет но короче лан а вот у нас с тобой задание блин тут переход этой карты я уж потому что у меня персонажка тут вылетает а вот это кстати не фриз ты решишься так вы ищете ключи и от станции в сарай неподалеку аку еще я довольно таки любитель ну не любитель ну короче я учили люблю все эти хора слушать это почему не можем тут зайти эти вот он кстати езду к дэш уличных красивые обозраться прикольно миниатюрный игрушечный ладно кстати опять же допоминаю это хоррор здесь может быть кто-то где-то как-то на засраку пусть надо мы можем в принципе бегать и по-моему сделала юнити эти интересно вроде графу не прикольно на самом деле он дорисованный думаешь такой фотореалистичный а нет так посмотрите собранные предметы открыв инвентарь и странно самогончик прям серьезно вот что делают те и животворяющие вообще не ощущается как как будто это какая-то рисованная игра ну пока ты конечно не будешь смотреть на текстуры они тут буквально рисованные причем довольно таки так и интересно ну вот тебе и тенью хоть тут и нету рт икса но тень тут довольно плачет а теперь то мы сможем войти открывать дверь а я за тобой окей давай бы конечно маргинал обосраться да еще совсем другое дело парики ну работает на ура я смотрю пояс оружие а ты загляди внутрь и отсыдил еще нам придется там работать идей будет прикольно поездил опять же напомню вроде как эта игрушечка прямо нарисована то есть все текстуры они здесь от руки нарисованы но при этом выглядит будто реально такая футуреалистичная какая-то графика ладно давай пока не будем в поиск эти посмотрим вообще чё тут у нас есть дорожного интересного поход ничего нет а как это значит это все заскриптована как я понял да такой этот прям так поднимаешь красивые сделали вроде бы лестница поднимайся на нее как и на другой немножечко лестница вашей обычный пояс используйте для быстрого перемещения по острову используется очень оружие защита от ваших врагов место перерождение если что-то пойдет не так и чтобы ознакомиться прийти к кабинке короче улучшением дорогие денис хлама лучше не улучшайте и чудите поис помощью хлама хлама можно найти его округе или получить в награду получите улучшение нажав на него и кем музыка сразу заиграла стрёмная понятно прочность пользу на сто процентов скорость урон и броня у хлама у нас 0 поэтому смысла прям какого-либо такого нету от этого всего она всегда у нас собственно горит в чем самое интересное даже вот это типа нарисованная так это у нас стоп это назад это вперед а это получается сам это так девая платформа цельте с помощью мыши стрелять и клавиши действия оружие за к и заклинит и если оно перегреется безопасность бесконечно и отдачу есть но в оружии можно получить на заданиях да довольно таки интересно сделали то есть если я сейчас возьму и отпущу то вот какая отдача тут довольно таки сильная если сравнивать с какими-то шутерами то буквально как пулемет только тут пулемет на сушках стоит ну то есть он закрепленный так слушай а можно мне мне еще нужно все это испробовать или где или как выйти то а выйти на эскейп а я тут могу влево-вправую шифигачить а дофига выходить конечно эскейп это хоть и в принципе логично вот е и f как-то по привычнее исчез вот дорогу идет это тоже как туда ну что выглядит по трепотам но запчасти еще не сыпется этой пушки тут не было когда я уплывал с острова по-моему с ней можно здорово повеселиться эта штука поможет всплывать чарду сыпать точнее чарду а затем уничтожить его пока он нас не заметил но что испытаем эту штуковину так управление поездом рычаг в центре двигает пусть вперед рычаг справа или короче понятно ужаса на влюдах если рычаг слева двигать пусть назад справа останавливать пусть если выйти во время этого пока а ты сломаешься ну смотри мы идем за тобой гроба дай чарльз по-моему на сейчас засрак целаешь а вот он цитирует бегом к пушке вали его по-моему еще только что по деду обмазал не осторожно не дай пушке перегреться ему хочу быть что целься в голову деда по-моему завалили недолго где-то короче жил но ты дурак дед или где на всяк случай добивной убивной ну яйкс будет какой-то немножечко припихнутый душа как будто перемещаемся по идее же все это нельзя вообще на самом деле когда тебя тут какая-то штуковина это было кончится совсем не так я думал мы будем сражаться как старые добрые да легко пожил и легко умер оказывалось важнее чем я добыл но у меня уже деду времени дайте яйца судьбы кто поделасов кто-то это найди моего сына чейн это так чейн директор он мне не разбирается тарелечка а а а вот вот чейн С этим мы еще тормозим, по идее. Ну, вроде как, довольно-таки интересно. Да и графоник тоже мне нравится. Ты просто посмотри. Ну, картинка прикольная, прикольная. Правда, на самом деле, тут ничего прям такого нет. Постоя локации. Ну, как вариант. Кстати, как я пул, вот сама вот эта хероида на нас будет нападать, когда будет уйти звук. Кстати, а мы должны найти сына уже, по идее. Ой, мы перемещаемся даже во время этой штуки. Понял, это незнакомый от PC, а вот как бы и сын. То есть, нам просто нужно вперед ехать. Окей. И во время того, как мы тут едем, на нас кто-то может все-таки напасть. Ну, как кто-то. Может, Чарльз? Так, эти знаки обозначают приближение. Ну, подожди. Приближающий разъезд, вас вечная стрелка указывает направление движения. Оставите пояса, потяните рычаг на путях, чтобы изменить направление. Так, иди, а. А стрелки где? Это вот это вот вдали немного. Ну, давай немножечко подведем тогда. Да, и вот оно нам сейчас влево указывает. Тихо, 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 тихо. Да, кого ж тебя ж. Интересно, если я услышу приближающуюся этого Тарльза, вот когда я вот такой выхожу из поезда, то еще будет. Мне нужно будет быстрее бежать на поезд, чтобы что-то это, чтобы что-то сделать, чтобы от него уехать вообще хоть как-то. Не знаю. Ну, короче, ладно. Так, ну, вроде как ей писать, довольно-таки много. Ну, летим сюда, мы что-то, а можем, кстати, отслеживать. А, да, и вот смотри, как он отслеживается. Дрожь. Тут мы можем переобещаться, слышь. Короче, своеобразный такой, этот, метро, так сказать. Так, 30 метров, это, как я понял, сейчас просто какой-то чувак стоит. Это мне особо сильно интересен. Мы хотим, наверное, по основному заданию. И слушай, как я понял, здесь Чарльза, скорее всего, не будет. Да, или будет он? Или все-таки не будет? Ну, интересно, вроде как. Как пока что ни хрена не понятно, странная, как игра Коррора. Ну, и все понятно, почему ее не считает разработчик за Коррором, потому что, на самом деле, тут даже и нет ничего, в принципе, страшного. Бой за тобой бегать, ну, и интерес, конечно. Но, как Коррор, это, наверное, не алло. Войну тормозим, мы, конечно, долго и еще раз дольше. Тут, ну, смотри. Да я вот нажал, и он еще фигу, вот еще лет в обед проходит. Но мы бы иди из него уходить можем. Здорово, ты и сын, или дочь, его, кстати, хлам, здрасте. А вот охотник на монстров. Но это будет не обычная охота. Заметь, мы уже пробовали отдали Чарльза, но если его усилий ранить, он скрывается в лесу. Но, кажется, мы все-таки придумали, как выманить его на бой. В разных частях селка острова в главных шахтах и ухранятся три яйца. Но мы считаем, что если вставить эти яйца в призму в кроме в центре острова, то это справа с Эрли Чарльза сражаться на смерть. К сожалению, Уоррен, а Чарльз Третий, владелец добывающей компании, мы стоим внутрь каждой шахты вооружен до охраны для защиты яиц. Там дальше по путям будет шахта. Там и лежит одну из яиц. Вот ключ от шахты. Вход я отметил на карте. А как я? Оружие у меня будет или я типа прикол? Я сейчас возьму такой, приду. Меня там загадься на фиг. Фигусь у вас интересный дом, кстати. Ни единого укушка, а где-то вот одно окно есть. Одно. Единственное. На весь дом. Ну, конечно, интересно его придумать. Хотя, с другой стороны, правильно. У них же есть Чарльз. Это какой-то гробанопавук. Он может пройти через окно. В принципе, наверное, логично. Ну, наверное. Кстати, тема из того, что я могу ускорить себе сейчас. Сюда и вот сюда. Ой, а так мало, что ли, восстановлются? Ну, ладно. Тогда летим. Получается, вот сюда вот. А, ну, вы, подожди. Нам вот сюда нужно. В Южной Шахте банда охраняет в умажную яйцо. Ну, давай. Тут можно так пройти. А можно, наверное... Можно прямо здесь, в проекте. А если я буду в этом... А это что такое? Так я еще постоянно что-то тут везде это... Какие-то такие шорохи, какая-то херня. Я уже думаю, что все-таки он придет. Но мне сейчас кажется, что когда Чарльз идет, там не шорох, там полноценный этот... Ну, в общем, короче, звуки прямо выйдут. Вот когда он там выходил, там то ли гудок, то ли еще какая-то херня. Они именно прямо такие шорохи. Ну, да и в принципе, ладно. Слушай, а тут сохранялка есть, а тут сохранялки нет. Ну, ладно. Здрасте, пацаны. А подожди, а где охрана-то? Тут есть, кстати, это... Проциклам валяется. Интересная вещь. И, ну, если вообще он по всей прям-то карте разбросан, как я понял, да? Ладно, давай не будем особо херня страдать. Ну, а я просто покой-то зашли. А где вооруженная охрана? Или типа дождь, и, понятно, они сюда зашли. Ну, внутрь шахты я имею в виду. А то, кредли, там где-то еще быть. Так, ну. Мне бы еще бы дали оружие. Ну, раз тут есть какие-то вооруженные охранники, то где я же это... Должен же как-то с ними справляться. Значит, оружие у меня должно быть, кроме того, что на этом на поезде. Рошлое донесение господину Уорруна. При разработке самого дальней... Дальней... При разработке самой дальней, что ли, где? За... Проломленной синкой. Мы обнаружили большую пещеру. Тут творится что-то странное. Но мы уже... Но мы ничего не понимаем. Мы просим господину Уорруна прибыть на южную шахту как можно скорее, чтобы определить наши дальнейшие действия. Юджин, гордый мастер. Окей. Дрэш. И что вы хотите? Так. Незаметность. Выглядывайте, чтобы шпионить за врага. Выглядывать слева, выглядеть справа. А, то есть, это элементы этого. Селс. А как садиться? Ctrl и C не работает. То есть... Я тип... Так, слушай, а давай какую-то штучку берем вообще. А как его убрать? Паркей и метку нельзя убрать. Или как, или где. Так вот, как карты, это не то, приблизить, отдалить, поставить метку. А как ее убрать, никто не сказал. Если у тебя вот такая вот херня будет. Вот такую, лучше метка где пользоваться. Ну, или я просто что-то не выкупил. Так, тут есть вообще кто-нибудь, или как? Ну, вроде как никого нет. Почтады, дайте оружие. Прям вот пару разиков. Мне вот... Вот, нет, серьезно, интересно. Здесь хоть есть такой прикол, что на тебя нападает какая-нибудь сранина? Он просто так вот бегаешь, и она на тебя нападает. Как типичный каких-то хор, ну, а то... Вот, ходим, и максимум, что можем видеть, это чёрнзи вот этого. Не знаю. Сказали, вроде как врагов, мы можем за ними это... караулить. Ну, то есть, следить. Если влево-вправо так делаем. Но по факту никаких тут врагов, я вообще даже отрадеть не вижу. А жалко деда, конечно. Взяли, убили деда. Блин, ну тут, конечно, интересы все дорисовывают, да? Если так посмотреть, то смотри, что это вообще полгардом. Просто, в идеале, тут какие-то кирпичики такие подрисовали, и типа нормально. Но при этом реально, игрушка не выглядит прям какая-то херня, вот такая. Вот просто тупо и затяни. И вот я тебе говорю, ой, здрасьте. А как я с тобой разберусь? У меня же ничего нет. А, нет, он нифига не ушел. Блин, слушай, давай тогда меня убивай нафиг. Сошел с пути. А, переродиться у поезда. Да ладно, и мне теперь обратно. Слушай, а можно мне было оружие дать? Ну, честно, я даже ни хрена не помню, где там что-то. Кто он, а кто он, а зачем? Блин, себя бы еще как-нибудь убрать. Реально, типа дали, короче, миссию пойти в шахту. Где, вроде как, работники, точнее, охранники с оружием. Оружие мне нифига не выдали. Мол, иди сам справляйся. Каким образом, хрен его знает. Ну, типа стелес. Ну, приседать нельзя. Да и противника я, честно, не увидел. Он просто такой выбежал, сказал, кто там. И все. А, вот теперь я хотя бы слышу то, что он свистит. Это специально, типа, сделали? Это скриптовый момент, что тут можно погибнуть? Или все-таки, может, я могу садиться? Так, окей. Денька. Ну и, скорее всего, действительно скриптовый момент какой-то был. А, он здесь один. И ходит вокруг. Да, и он просто ходит вокруг, я понял. И мне просто на него так не повезло, что я на него наткнулся. Ладно, дальше по барабану, что там яйцо пропало. Ну, ладно. Пойдем дальше. Интересно, конечно, мне, как обычно, повезло. Всегда так везет. Вот, вот, казалось бы, скриптали он на меня напал. А вот так вот, потому что вот он в этот момент вот ровно так обошел. Окей. В общем-то, пещерка такая просто на 2 секунды зашел, украл яйцо и вышел. Я, по факту, мог вообще просто повезять, побыть, чтобы яйцо это сырить. И хлам бы это не просрал. Ой, слушай, тут, по-моему, хлам восстановился или где? Так, там, подожди, там что-то это обновилось. Где-то или где? Ну, мы как помним... А, вот оно. Незнакомый NPC, это основное задание. И вот оно еще, основное задание. Нам просто нужно ехать сейчас прямо. Окей. Давай тогда полностью установим наш поезд и посмотрим, вообще... Или, или все-таки осмотримся здесь. Может быть, все-таки оружие найдем? Или здесь только исключительно хлам? Оружия никакого нету, мой добрый этот, не знаю, машинист. Без каких-либо... Кроме как защиты от Чарльза. Здрасте. Южная шахта, рапорт, неделя первая. Работа движется бодро. Мы даже обнаружили признаки богатой жилы. Инструменты добротные, и мы почти закончили делать укрытия. Мы здесь совсем недавно, но уже начали осваиваться. Там выбрасывать все, и... Работ в интере, и там и расписание работы. То есть, ничего прям такого сверхинтересного нет. Ну ладно. Видим дальше. Слушай, а можно вот взять его, пощипом. Так, а почему два хлама уже? Два-три хлама? Так вот, давай у меня два хлама есть. Так, и лечим тогда. Нам тысячи этих... Вот их идет тут. И льди идет. Я думаю, как будто кто-то это... Урчит, учит, мычит. А вот это вот что такое? Он что-то сверкает. Так, давай без Чарльза, блин. Я хочу пострелять. Какая зелла, блин. И держи ведь никого. Так, хорошо. Раз никого нет, то мне сейчас нужно это... Где-то тут повернуть. Смотря куда стрелка будет лететь. Начни показывать. Если будет показывать, конечно, в противоположную сторону, то это, как обычно, будет... Ну не алину. Ну да, она, по-моему, влево показывает. Да на меня никто, вроде как, пока не нападает. Ди, ды. А вообще иди, кто иди, как. Ну ладно. Тихо. Пацаны, давайте всякие разные Чарльза, допадайте. Чего вы тут это, я не знаю. Блин, может там какая-нибудь это веселушка была бы. А когда опять влево? А мне нужно опять вправо. Блин, можно было бы тут остановиться. Ну, влево там, как я понял, какой-то дом смесить их. Оставить. Пусть оставить. Так-то назад. Здесь, смотри, вообще никто не нападает. Возможно, это типа прикол такой. Ну, сейчас у тебя никто и не должен нападать. А я же еще, кстати, вот так могу выглядывать. Терест. И вот тебе. Довольно-таки иди. Во. Тихо. Но музыка заиграла. И вон там огоньки аппетит. Приблизить я никак прям не могу. Я вот не понимаю, когда он примерно на меня будет нападать. Здесь, кстати, вооруженные задания с оружием. А оружия у меня самого нет. Все странно. Можно, кстати, вообще просто тупо тут стоять и вот так вот постоянно осматриваться. Тоже как вариант. Я вот так и не понял, зачем мне конкретно сделали вот эту вот историю с осматриванием. Может, вот для того, чтобы так вот смотреть во время того, как я на поезде, ну, кажусь. Но что-то как-то не совсем понятно. Так мы же тут, по идее, можем вот прям тут тормозить. Ровно и четко и замечательно. Блин, задача себе вместе с этим оружием. Интересно было бы посмотреть. Но давай уж это. Посмотрим, что у нас тут за основные миссии. И как я понял, игра будет не особо долго или где. Вот опять закрыто. Опять, скорее всего, только отблакту. Ну и здесь больше практически ничего нет. Здорово, мужик. А ты что такой нашел сюда? Рактерка, кстати, смотри. Что тут написал? Надо быстро записать свои мысли. Пока Уоррен не пронюхло, что я у него на хвосте. Итак, моя теория. Господин Уоррен, вождь, другие. Хочет создать целые выводы к этих восьми палых чудищ. Но сайжу армию для своих заинственных целей. При российские завалы они обнаружили целых дедотик яиц. Еще нам известно, что они твердые, как колбасы. Черт из-2 их разобьешь. Шахтеры несколько месяцев вытягивали из них энергию с помощью хромовой призмы. Но когда осталось всего три, сырена Уоррен остановил их. Он, должно быть, осознавал больше этих штуковин. И вместо того, чтобы защитить нас от них, он решил захватить их... Захватить с их помощью весь мир. Я выведу тебя на чистую воду, Уоррен. Герг. Геди уровень бог. Хе-хе-хе. Здорово. Гюша точно обо мне рассказывал. Так что представляться нет смысла. Меня зовут Герг, и есть чё. Тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен и хозяин шахт надежно спрятал три яйца монстра. Мы не знаем точно, почему он защищает яйца. Но если они вылупятся, то из них появятся такие же монстры, как Чарльз. Чтобы этого не произошло, нам нужно украсить все три яйца. Вы монетили имя Чарльза, и мы его тогда убьем. Одно из яйц находится в северной шахте. Вот ключ от входа. Пока. Оружие. Пожалуйста. Оружие. Ой, да обосрался, а чё так далеко-то? Я, всерьёзно, чё так далеко? И опять, короче, ехать полтора дня. А можно, пожалуйста, это... Какой-нибудь интересненький... То есть, это, как я понял, основные миссии... Основные миссии, это получается просто по сбору яиц. То есть, я вот так вот так перемещаюсь, и яйца, собираю яйца, и потом убиваю этого у Чарльза. А есть ещё двух миссий. А двух миссий, это чё-то другое. Вот чё конкретно, непонятно. Вот оружие. Пол попросил меня разработать новое оружие, чтобы помочь тебе, Дали Чарльза. А вдруг всё-таки я заедебал, а поэтому мне удалось собрать эту... Ракет-мёд. Я уже давно хотел увидеть, как кружится империя Орна, так что я безмредно рад поработать над этой малышкой. Раз уж ты здесь, дай мне пару минут, и я сниму кое-какие предохранители. Пока я буду тут возиться, почему бы тебе не принести мне ящик ракеты из того бункера? Что дальше по путям? То есть, короче, я думал, что это красное, это что-то наподобие миссис, так сказать, с перестрелками, с какой-то такой хернёй. А оказывается, это нам оружие дают. Ну давай, сто метров, по идее, можем пройти. Вот даже ещё клам найти. Может быть, у нас будет даже пушка какая-нибудь. Я говорю, слушай, тогда я не удивлюсь здесь, я просто вот тут вот просрал, получается, пушку. Вот тут. И там какой-нибудь пистолет был бы, который просто так закалявно бы дали. Наверняка же мне надо было это сделать, но я просто подумал, такой, ага, ну это миссия какая-то с оружием. Оружие у меня нету, значит, и беси нету всё. Логишь, логишь, но я думал, что дальше по сюжету дадут. А походу оно не совсем так. А мне вот интересно, вот этот вот хлам, это кто? Это сам Чарси раскидывает или шахтёра просто по приколу делает? Допустим, есть Абдавсик, там она типа раскидывается самой вот этой Абророй. Там взрывы, херывы, все дела. Ну, пацаны, здесь что-нибудь есть? Или нету? О, взрывчатка. Вот её мне как раз-таки надо было забрать или где? А вот они, ракет. Ну, туда я никак пройти не могу. Я очень сильно надеюсь, что тот сейчас не придётся идти пострелять в с кем-то. Потому что мне нечем. Вот прям отродясь и вообще нечем. А, это по-моему, ты и взрывать. Давай, я готов. Ай, да в смысле? В смысле ты меня попала? Я же был спрятанный. Там кто-нибудь есть, пацаны? Он в агониточку может отправить? Ну смотри, тут везде кровь, кстати. Может, туда типа Чарльз это забегал и всех валил? Или как ли? А где ещё одну это? Как я его? А это вот это вот надо использовать. Да шо ж ты будешь делать? А как ты меня задеваешь? Это на самом деле не удивительно. Идите, куда там может энергия выйти? Это в ту сторону. Так, окей, здесь у нас записочка. Ракетомёт испытаний боеприпасов. Образец первой, ошибка. Образец второй, ошибка. Прилетел 13 секунд. Третий образец, четвёртый успешен. Молокай. Чарльза никакого нет. Бракей один раз вы увидели за 30 минут. И всё. Большой его видит, нифига. Тереш. Зато везде постоянно какие-то эти шорохи, какая-то такая херня. Ты уж прям думаешь, ну вот сейчас он, наверное, выйдет. Да мне, скорее всего, кажется, что Чарльз, он именно выбегает с характерными этими звуками. Не просто шебуршаниями вот такими, да? А, именно со звуками. Вот именно звук там какого-нибудь поезда или ещё какой-нибудь херни. А то... Хотя, был бы, наверное, интереснее, если бы с таких вот звуков он мог бы выйти. Потому что... Ну, звуки такие, они везде или всюду. И ты тогда просто крем прослешь, когда это говно выйдет на тебя. Нару. Ракета-мёд в полной боевой готовности. Что с ним делать, решать тебе. Окей. Ах, да, и береги его. Как закончишь, надо будет кое-кому нановиться с ним. В гости. Если ты понимаешь, о чём я. Да, смотри, нам чё тут дали. Ну, это чё-то оно где. Подожди, чё-то на карте. На карте только фрезы. Или ещё более. Так, аки, ты что такое? Никто меня не перебидит. О, родомеренно заставил нас приехать в эту дорогу с ябемя. Чтобы деплу нужно уезжать. Ну, и что на матерях не просачу листовусь о том, что тут... Чем он тут занимается? В любом случае, ублюдку без становесельницы. Пол попросил меня разработать новое оружие для охотника на мусоров. Значит, ей помощь отправился Южин. А в древчатке я знаю немало. Я собрал свой самый божжный ракетомёд. Чтобы Орон... Так что Орон тебе крышка. В смысле? Чё за музыка такая играет? Надо бежать? Или куда? Или где? А где мой ракетомёд-то? Да и вон он, короче, козёл бегает. Вон, видишь его? Да и вот он, короче, идёт. А как? А как в смысле? А как? Козёл, как я тебе щас это... А как я это сделаю-то? Ракетомёт у меня никакого дебильного нету. Сошёл, смотри, тебе. Какая-то, короче, такая херня. А как я его должен был убить? Ну честно, чё происходит? В смысле? Я не понимаю. У меня оружие только сзади. Я думал, что он только сзади и будет нападать. Кстати, да, действительно. А и вот и всё. Мне теперь заново, типа, чини свой пояс. Ну что, я реально что-то не выкупаю. Ну-ка, подожди. Настройки, назначение клавиш, инвентарь. Хорошо. Тихо, назад. А тут эскип, кстати, не работает, интересно. Инвентарь. А бы я есть вот это зелёное яйцо и есть ключ от северной шахты. Больше у меня ничего нету. Хотя, по идее, мне должны были дать эту пушку. Но её нет. Так, и одолеть карту, приблизить паузу, вперёд-назад-вправо. Ну, и всё. Да и всё. Больше ничего нет. Очень странная вещь. Прям отродись, очень сильно странная вещь. Давай тогда, хотя, может, я действительно что-то пропустил, блин. Ну, а то, честно, если я, допустим, возьму это, кстати, я могу ещё это, пигать что-то. Интересно. Мне вот интересно. Может, я просто не подобрал у него оружие или что? Ну-ка, здрасте. Да нет, у него никакого эта ракет не сидит. Может быть, просто смысл в том, что... Да нет, вот всё, до свидания. А никакие там оружия, самому не досталось при необходимости. Единички, двоечки не работают. Скрулинг, мышь тоже не работает. Это странная вещь, короче. Но Чарль действительно появился. Причём самое интересное, что он появился около Неписей. Ну, то есть, вот он тут Непис, вот тут Непис. Ну, этого, кстати, окон дохрена. Единственная Непис с окнами. Ну, и там, на самом деле, ходить можно. И вот, нате, здрасте. Интересная вещь. Возможно, мне надо было просто вперёд ехать, а не назад. Он меня, конечно, бы ударил, но не убил бы сразу. Я зря вот это всё сделал. Короче, ладно, вот такая какая-то игруха. 40 минут, я думаю, достаточно для первого взгляда. Пока нифига не понятно. А вот она. И это оружие, оно идёт вот здесь. Интересно. То есть, это оружие, оно не моё в руках. Оно конкретно на поезде устанавливается. А как тогда его надо было убить? Короче, не совсем понятно, но довольно-таки прикольно. Не знаю. Странный коррор. Действительно, артрабочки правильно сделали, что не указали в жанре коррора. Потому что тут коррора от слова совсем нет. Там бы просто бегает какой-то поезд. Скорее, какая-нибудь комедия, блин. Такая, знаешь, истебательская. Тёмная. Вот. Ну, вот в метках указали как коррор. Хотя и мрачное, кстати, ещё указали. Но не садят. В общем, ладно. Я думаю, на этом моменте можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Не болейте. Всех наступившим. И всех до скорых встреч. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.